Рабо-Израильский конфликт Как евреи и арабы вновь сошлись на земле обетованной в 20 веке? Мир всем! Вы на канале Эхо Войны и я ее голос Ник Рай. И сегодня мы начинаем цикл арабо-израильских войн и наш первый ролик будет о предпосылках, начиная с древних времен и заканчивая 1930 годом. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Читайте бесплатные главы на Ридера. Ссылка в описании. Прежде чем мы начнем разбирать предпосылки и историю конфликта, нужно сразу оговорить следующее. Реконструкция историй Древнего Израиля представляет особенную проблему в связи с тем, что библейские тексты, в которых описана эта история, были священными книгами на протяжении всей истории своего существования и остаются таковыми по сей день. Любые предлагаемые модели оказываются слишком значимыми для современной религии, политики и идеологии. И потому споры бывают особенно острыми. Чтобы описать те проблемы, с которыми мы столкнемся при попытке установить историю, начиная с древней эпохи, я буду цитировать статьи А.С. Десницкого из Московского института востоковедения РАН. А именно, статьи «История Древнего Израиля как современная проблема» и «История Древнего Израиля. Принципы реконструкции». Иногда я буду дополнять те или иные термины и фразы своими описаниями и примерами для разъяснения мысли автора. Начинаем! «История любого древнего общества, народа и государства поддается описанию с большим трудом. И нет нужды подробно объяснять, почему. Артефактов сохранилось мало. Письменные тексты отражают крайне пристрастные точки зрения и редко дают возможность рассмотреть одно и то же событие с разных сторон. К тому же, написаны они на древних языках и так далее. Конечно, можно сказать, что это общие проблемы исторической реконструкции. Но, условно говоря, плотность материала неизбежно падает по мере углубления в прошлое. Что касается Второй мировой войны, мы знаем, как перемещались те или иные военные части с точностью до дня и километра. А вопрос о расселении раннего человечества лишь приблизительно разрешается с точностью до десятков тысяч лет и целых континентов. Причем модели пересматриваются раз в десятилетие. Но и на этом общем фоне есть один раздел древней истории, который неизменно остается предметом жарких споров среди ученых и общественных деятелей самой разной направленности и специализации. Причем в России этот спор в последние десятилетия приобретает все большую актуальность. Речь идет об истории древнего Израиля. Впрочем, такое определение сразу приходится уточнять. Кто-то назовет этот материал «Священной историей Ветхого Завета», а кто-то, напротив, «Историей сиропалестинского региона, эпохи бронзы и раннего железа». При этом тот и другой автор будут говорить как будто об одном и том же материале, но пользоваться несовместимыми понятиями и, по сути, будут находиться в совершенно разных мирах. Вот как описывает эту ситуацию академический труд по истории Древнего Востока применительно к проблеме заселения израильтянами Ханаана. Название Ханаан в древности носило Финикия, а в библейские времена – страна, простирающаяся на запад от северо-западной излучины Ефрата и от Иордана до берега Средиземного моря. В настоящее время эта территория поделена между Сирией, Ливаном, Израилем и Орданией. Ханаан в целом также известен как земля обетованная. Археологические данные рисуют отдельные, иной раз выразительные картины разрушения некоторых древних хананейских городов и смены характера материальной культуры в значительных частях Палестины и Заиорданья. Библейские же книги дают нам связанное повествование об этих событиях, к сожалению, основанное лишь на устных преданиях, записанных на 400-500 лет позже, то есть не менее чем через 12-15 бесписьменных поколений. К тому же, безусловно, это предание подверглось тенденциозной обработке в соответствии с много позднейшими идеологическими взглядами и в связи с идеологической борьбой. Поэтому, естественно, перед историками стоит вопрос о степени достоверности записанного предания. Отмечу, что с такими же проблемами сталкиваются и исследователи летописей. Несмотря на то, что летопись – это погодная запись исторических событий, производимая современником, ученые нередко сталкиваются с такой проблемой, как интерпретация событий летописцам. Статья из журнала «Молодой ученый» содержит такой текст на эту тему. У древнерусских летописцев-историков существовала любопытная форма повествования, ибо, как правило, наиболее точно писали тогда, когда являлись современниками тех или других событий, а в плане прошлых лет обыкновенно брали выдержки других авторов, таким образом, заменяя и дополняя друг друга. Именно поэтому русский письменный исторический источник, по сути, завершения не имеет, и последние записи того или иного автора всегда были изюминкой. Он переставал руководиться прошлым и начинал писать о настоящем со своей точки зрения, чтобы его мнение использовал следующий историк как свидетеля прошлого. А теперь вернемся к проблеме истории Израиля. Дело прежде всего в том, что тексты, образы и сюжеты из Библии, Танаха для иудеев, Ветхого и Нового Завета для христиан, Таурата, Зебура и Инджиля для мусульман, продолжают восприниматься в настоящее время, как актуальные и смыслообразующие для представителей трех авраимических религий. В то же время, эта тематика активно исследуется учеными разных специализаций, и границы между религией и наукой в данном случае все более условны. Мы наблюдаем это в России в связи с введением теологии в номенклатуру научных специальностей, но сходные процессы протекают и во многих других странах мира. Границы между сферами ответственности религии и науки, разница в их целях, методах и языках описания, несколько десятилетий назад выглядели куда более понятными и четкими, нежели сегодня. Если часть религиозного сообщества стремится к тому, чтобы быть принятыми в научном мире на равных, например, признание степеней патиологии и прочее, то у научного сообщества возникает необходимость выработки строгого научного языка описания традиционных религиозных текстов, который в то же время не воспринимался бы верующими как враждебный. Главное своеобразие библейского материала заключается в том, что эти тексты были собраны, а возможно и изначально создавались, как священное писание некоторой религиозной общины. И именно в таком качестве они сохранялись и передавались вплоть до наших дней. Поэтому любые выводы, сделанные в отношении этого материала, оказываются особо значимыми для большего числа людей. Причем это может касаться наиболее чувствительных сторон их жизни. Вот показательный пример. В последнее время выходит все больше переводов библии на русский язык, и часть из них вызывает подозрения в экстремизме. Так, издание «Священное писание. Перевод нового мира» признано экстремистским по решению Выборгского суда от 17 августа 2017 года. Однако экспертное сообщество не имеет в настоящее время, по сути, никаких объективных критериев для оценки подобных подозрений. Где границы между еще одной трактовкой описанных в Библии событий и призывами противоправной деятельности? По сути дела, анализом и комментированием этих текстов занимается особая дисциплина под названием «Библистика». О ее возникновении и развитии автору данной статьи уже доводилось писать в отдельной книге. Достаточно будет провести один небольшой пример. Описание битвы при Гиве в 20-й главе книги Судей. «И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. И еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города. И начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем. И убили до 30 человек из израильтян». Глава 20, стихи с 21 по 31. Сначала цифра потерь составляет десятки тысяч в день. И вдруг особо оговаривается потеря 30 бойцов. И дальше точно такая же нелогичность. «Израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать. И поверг израильтян до 30 человек. И говорил, опять падают одни пред нами, как и в прежние сражения». Глава 20, стих 39. «Тут гибель 30 человек выглядит как явная победа. И это после многотысячных потерь. А исход боя решил засаду в 10 тысяч человек». Глава 20, стих 34. «Которую устроили израильтяне». Когда войско Вениамитян увлеклось преследованием, эти воины неожиданно напали на город. Но как могло такое множество остаться незамеченным? Здесь напрашивается простое предложение – убрать слово «тысячи». Тогда все выглядит очень логично и реалистично. В сражении участвовало 400 израильских воинов, а со стороны Вениамина было только 26 бойцов. Зато к ним присоединились еще 700 прачников. Глава 20, стих 15. Может, именно потому израильтяне и несли тяжелые потери, пока прачники обстреливали их с городских стен, оставаясь неуязвимыми. Эти потери составляли 22, 18 и, наконец, 30 человек. Действительно, существенный урон для отрядов 400 бойцов. В засаде тогда могли быть всего лишь 10 самых умелых воинов, которые в нужный момент могли нанести решающий удар в тыл Вениамитян. Так это или нет, мы не можем знать наверняка. Но что библейский текст не является протокольной записью произошедших событий, стало ясно, как только к этому тексту в принципе стали применяться методы рационального анализа. Теперь обратимся к статье «История древнего Израиля. Принцип реконструкции». Отправной точкой традиционно служит библейский текст, просто потому что никаких других источников, излагающих историю Израиля сколько-нибудь последовательно и связано, не существует. Однако, приходится отметить, что он крайне неоднороден и, разумеется, идеологически тоже не нейтрален. Так, книга Бытия возводит израильский, и не только израильский, народ к Аврааму, Исааку и Якову, трем легендарным личностям, которых принято называть патриархами. Библейские повествования о предыстории и ранней истории Израиля, несомненно, отражают не точку зрения Авраама, Исаака и Якова, а воспоминания о них дальних потомков. Поэтому мы на материале этих повествований можем судить в первую очередь о том, что было значимо и актуально для израильского народа в последующие времена. Датировать окончательно версию библейских книг можно именно на основании этих наблюдений, и то приблизительно. Датировать же сами события оказывается практически невозможно. Подтвердить историчность рассказа об Аврааме едва ли возможно, но можно ли хотя бы поместить повествование о нем на хронологической шкале? Понятно, что едва ли мы можем найти независимые подтверждения этих рассказов, и менее всего подтвердить их археологическими находками? Но значит ли это, что рассказы о патриархах должны быть признаны мифическими и принципиально непроверяемыми нарративами, вроде сказаний об Илье Муромце в русском фольклоре? Не забудем при этом, что человек с таким именем реально существовал. По-видимому, можно поставить вопрос так, что в этих повествованиях совпадает с известными нами сведениями о жизни на Древнем Ближнем Востоке, а что отличается от них? Далее можно попробовать приблизительно датировать те события, которые легли в основу этих рассказов. Условно говоря, определить время жизни патриархов, а также ту эпоху, когда повествования о них приняли свой нынешний вид. Первое, что бросается в глаза – некоторые анахронизмы в повествовании. Все подсчеты показывают, что Авраам никак не мог жить раньше середины второго тысячелетия до нашей эры. Однако в книге Бытия 12.16 сказано, что он разводит верблюдов, а принято считать, что это животное было одомашнено не ранее конца второго тысячелетия до нашей эры. Впрочем, споры о точном времени одомашнивания верблюдов продолжаются до сих пор, и главным топливом для этих споров служит именно достоверность библейских рассказов о патриархах. Но есть другой, уже несомненный пример анахронизма. В Бытие 21.34 рассказано, как Авраам жил в филистимской земле, хотя поселение филистимлян в Ханаане надежно датируется XII веком. Очевидно, в том и другом случае составитель окончательной версии текста описывал мир, в котором он жил сам. Но это еще не означает недостоверности остальной части повествования. Собственно, называя эту землю Палестиной, мы допускаем такой же анахронизм, ведь это латинское название. Первым о привязке этих повествований к археологическим данным задумался основатель школы библейской археологии У.Олбрайт, поместив их в средний бронзовый век, начало II тысячелетия до н.э., когда в Ханаане процветали города. В странстве Авраама У.Олбрайт связался с документами из Кюль-Тюле в Анатолии, где говорилось о торговле с Месопотамией, его исход из Месопотамского ура и начальное продвижение на север. И с дальнейшим вторжением кочевого народа амареев в Ханаан. Далее Р.Д.В.О. предложил сместить эту хронологию к середине II тысячелетия, ко временам значительного упадка той самой городской культуры. Впрочем, к Аврааму в любом случае городская жизнь Ханаана имеет довольно опосредственное отношение. Ключевую роль здесь снова сыграли небиблейские документы, таблички, найденные в 1920-30-х годах в Нузе, на севере Ирака, датируемые 15-14 веком до н.э. Это были холидские архивы, раскрывавшие многие стороны семейной и социальной жизни этого общества. В частности, бездетная пара могла усыновить раба, который становился ее наследником, как Элиэзер для Авраама и Сары в Бытии 15.1.2. А бесплодная жена могла отправить к мужу свою служанку, чтобы рожденный ею ребенок считался собственным ребенком жены, как Сара поступила с Агарью в 16 главе Бытия. Иными словами, оказалось, что за вычетом мелких анахронистических деталей, которые легко могут быть опущены, история патриархов прекрасно вписывается в социальный контекст того времени. Но значит ли это, что социальные практики и институты, засвидетельственные архивом из Нузе именно для середины 2-го тысячелетия, были характерны исключительно для этого периода? По-видимому, нет. Это мог быть некий общий фон той эпохи. И как раз из того, что библейский автор отдельно оговаривает такие эпизоды, порой специально объясняет их, можно сделать вывод, что во время написания окончательной версии текста они уже оказались странными, тогда как упомянутые вскользь верблюды и филистимляне были, напротив, вполне обычны. Так к чему такое долгое вступление? Я считаю, что как бы мы ни старались выстроить древнюю историю Израиля, достигнуть этой цели практически невозможно. Единственный источник знаний о древнем Израиле – это Танах, а это священное писание является еврейской Библией. Из-за этого говорить о достоверности всего, что там написано, очень трудно. Однако при этом Танах нельзя списывать со счетов просто потому, что это религиозное писание. Поэтому Танах можно попытаться назвать полуэлитописным писанием с религиозным уклоном. А если у вас, мои дорогие зрители, в голове возникла фраза «Если евреи оправдывают свое существование за счет Танаха, то почему я не могу оправдывать существование Хогвартса за счет Гарри Поттера?» Ну что ж, о важности любого священного писания говорить не приходится. Например, в России уже давно действует статья за оскорбление чувств верующих. Если вы считаете, что религиозное писание – это просто выдумки и сказки, то, возможно, в чем-то вы и правы. С другой стороны, вы всегда можете поехать в город Грозный в Чечне, в Мекку в Саудовской Аравии или любой другой населенный пункт арабского или мусульманского народа. Там можете попробовать рассказать местным жителям, что Коран – это просто выдумка, чтобы оправдать, например, существование Черного Куба, для того, чтобы все молились и верили имамам Насово, что бы те ни сказали. Если вы так сделаете, то обязательно напишите потом, что с вами было, если выживете. А теперь история предпосылок для арабо-израильских войн современности. История еврейского народа насчитывает около четырех тысячелетий и неразрывно связана с эпохой зарождения и развития древних цивилизаций Ближнего Востока – Египта, Вавиона, Осирии, Ханаана и других. В соответствии с библейским источником, родоначальниками евреев и ряда других семитских народов были ветхозаветные патриархи Авраам, Исаак и Яков. Библейский рассказ о переселении Авраама и его семьи из Ура, Южная Месопотамия, в Ханаан отражает процесс миграции западносемитских племен амарейской группы и их расселения во второй половине второго тысячелетия до нашей эры на примыкающих между речью территориях. Наряду с переходом части семитских племен от кочевого к оседовому образу жизни, а также начавшимся процессом разложения родового строя, на смену широко распространенной среди народов Ближнего Востока космогонической мифологии, приходит идея сотворения мира единым творцом. Интересно, что евреи происходит от слова «иври», то есть перешедшие с другой стороны реки или противоположного берега Ефрата. Скорее всего, из распространившегося Ханаане приблизительно в 17 веке до н.э. голода еврейские племена переселились в Египет, где были обращены в рабство. Спустя 400 лет под предводительством легендарного Моисея произошел исход евреев из Египта через Синайскую пустыню в Ханаан. Сторонники Моисея подтвердили завет с единым творцом, что насло свое выражение в десяти заповедях и других законодательных положениях Пятикнижья – Тора. Это переломное событие в истории еврейского народа закрепило социально-политическое и религиозное единство сыновей Израиля – Бне-Исраэль. В последующие два столетия израильские племена покорили Ханаан, разделили между собой завоеванную территорию и дали ей новое название – Эра Цесраэль – Земля Израиля. В X веке до н.э. у евреев появляются первые государственные институты с образованием Объединенно-Израильско-Иудейского царства при Давиде – 1004 г. до н.э. – Ковчег Завета, переносной культовый уворец, символизирующий место пребывания Всевышнего на Земле, был перенесен в Иерусалим. При сыне Давида, царе Соломоне, царство с 965 по 928 г. до н.э., в Иерусалиме были возведены царский дворец и храм в честь Всевышнего. Храм обслуживался сословием священников – Коханим и их помощников – Левиты, которые вместе с царской знатью составили господствующую верхушку утвердившегося в Израильско-Иудейском царстве рабовладельческого строя. Тогда же зарождается идея вечной и нерушимой связи Бога Израиля, династии Давида и богоизбранничества священного Иерусалима и народа Израиля. В период существования Объединенного царства – 1025-928 г. до н.э. и двоецарствия – Иудеи и Израиля, еврейские государства – 928-586 г. до н.э., важным фактором общественной жизни становится институт пророчества. Религиозно-политические и морально-этические проповеди пророков – Илья, Исаия, Иеремии и других – способствовали укреплению монотеизма среди евреев. После падения Израильского царства под ударами Ассирии в 722 г. до н.э. и захвата в 586 г. до н.э. Иудеи войсками вавилонского царя Навуходоносора начинается рассеивание евреев по другим древним государствам Востока, где возникают еврейские общины – диаспоры. Самая крупная диаспора находилась в Вавилонии. Отсутствие религиозно-культового центра стимулировало развитие новых форм религиозной жизни. Эти новшества включали строгое соблюдение ветхозаветного закона, регулярные упорядоченные совместные молитвы, покаяния и посты. В то же время в годы вавилонского пленения усилилось стремление к освобождению, восстановлению государственной самостоятельности и возврату на земли библейских предков с целью воссоздания Иерусалимского храма. Во главе собирания евреев вокруг Иерусалимской святыни находилось жреческое сословие, восстановленном благодаря указу персидского царя Кира в V веке до н.э. Иудейском теократическом государстве с отсроченным заново вторым храмом в Иерусалиме. Тора в 444 году до н.э. была канонизирована и объявлена обязательным законом для жителей Иудеи. Царство Иудея со столицей в Иерусалиме и религии евреев, иудаизм, ведут происхождение от названия еврейского племенного объединения Иуды, считавшегося по библейскому повествованию самым многочисленным среди всех 12 колен израилевых. Выходцем из рода Иуды был царь Давид, при котором объединенное израильско-иудейское царство в конце XI века до н.э. достигло наивысшего могущества. Это обстоятельство обусловило привилегированное положение иудейского рода в древнееврейском государстве, а также тот факт, что термин «иудей» стал часто использоваться как эквивалентный слову еврей. Эпоха второго храма 538 до н.э. 70-е года н.э. ознаменовалась созданием оргода автономной региозной и судебной власти Великого Собрания Акнесет Акдула. В период персидского владычества и в годы зависимости иудеи от власти греческих монархий значительно усиливается влияние храмовых служителей культа иудейской религии в углове с первосвященником. Рост эллинизированных городов и поселений в Иудее с того времени территорию государства чаще называют Палестиной сопровождался усилением гонений на иудейскую религию. В годы правления селевкицкого царя Антиоха IV Эпифана 175-164 г.д. н.э. иудеям запрещалось читать Тору на иврите, соблюдать субботу и обряд обрезания. В Иерусалимский храм были внесены статуи греческих богов. Ответной реакцией стало восстание верных закону Торы, во главе которых находились представители рода хосмонеев, известные также как Маккавей. Восстание закончилось полным освобождением иудеи. Второй храм был очищен от языческих богов. 165 г.д. н.э. Этнархи Хосмонейской династии опирались на Синедрион, совет 70 религиозных авторитетов, обладавший широкими политическими и судебными полномочиями. Функцию судопроизводства Синедрион сохранял за собой вплоть упразднение в VI веке н.э. Короткий период политической независимости 142 г.д. н.э. 6 г.д. н.э. сменяется подчинением иудеи власти римских прокураторов. Поражение иудеев в войне 66-73 г.н. н.э., а также подавление антиримских выступлений еврейского населения в странах Восточного Средиземноморья в 115-117 г.д. и восстание Барк-Кохбы в 135 г. обусловили массовую депортацию иудеев из Палестины и расширение географической зоны их рассеяния. Важным общественно-религиозным институтом диаспоры была синагога, ставшая не только молельным домом, но и местом проведения народных собраний, на которых решались важные политические и гражданские правовые вопросы. Примечательно, что в эти годы жреческое сословие утрачивает господствующее положение и руководство еврейскими общинами переходит к закону учителям Торы и устной традиции – хохамам, мудрецы. Во влиятельной вавионской общине наиболее авторитетных толкователей письменного и устного закона называли раввинами – от ивритского «раф» – «великий». В ряде стран Востока и Южной Европы раввины стали активно способствовать формированию разветвленного иерархического института руководства еврейскими общинами – раввината. В период с II по V века авторитетными раввинами Палестины и Лавиона был составлен Талмуд – свод законодательных, судебных и морально-этических положений для верующих евреев. С этого времени и вплоть до наших дней большинство верующих евреев соблюдает разделы талмудического права, который регламентирует религиозную, семейную и гражданскую жизнь. Постановления законоучителей Талмуда, токканод, касавшиеся вопросов гражданского и уголовного права, проведения судебной процедуры, организации религиозной жизни считались до середины XI века обязательными для исполнения во всех еврейских общинах Европы, Азии и Северной Африки. После того, как в 313 году христианство получило статус официальной религии в Восточно-Римской империи, Византия, в Палестине обострились отношения между местными христианами и иудеями. Гонение христиан и иудеев особенно усилилось во время направления императоров Юстиниана 527-565 года и Ираклия 610-641 года. Последний распорядился изгнать евреев из Иерусалима. В I веке греческий автор Апион утверждал, что евреи приносят жертву греков в своем храме. Эта враждебность значительно усилилась с распространением христианства. Спор между иудаизмом и христианством, инициированный еще первыми христианами, такими как Павел, оказал значительное влияние на распространение антиеврейских настроений. Для христиан символом евреев стал Иуда Искариот, апостол, который выдал Иисуса римским властям ради денег. Главным обвинением христиан против евреев стало обвинение в распятии, то есть в богоубийстве. Оно было возложено коллективным бременем на евреев многих поколений, а уничтожение еврейской государственности после разрушения храма в 70-х годах и подавлением восстания Баргхогбы в 135 году воспринималось как доказательство превосходства христианства. Согласно Августину, одному из наиболее влиятельных отцов церкви евреям следует позволить существовать и быть униженными только для того, чтобы доказать правильность христианского учения. Большинство еврейских общин в Средневековье находилось под властью исламских государств и правителей. После образования арабского халифата и распространения ислама на значительной территории Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Испании около 90% всего тогдашнего еврейского населения оказалось в орбите влияния мусульманского мира. Евреи во многих районах халифата сумели сохранить внутреннюю автономию, религиозную и культурную самобытность. Не имея в этот исторический период своей государственности, они на протяжении веков поддерживали разветвленные связи с наиболее авторитетными религиозно-правовыми центрами. Вплоть до XI века таким наиболее влиятельным центром были институты Экзилархата и Галаната еврейской и вавионской общины. Еще при первых праведных халифах евреи получили право селиться в Палестине и Сирии. Экономического процветания, политической и религиозной самостоятельности и культурного расцвета достигли еврейские общины в Испании, Египте, ряде городов Османской империи, Ирана, Афганистана и Средней Азии. На территории Кордовского халифата в Испании евреи получили статус самоуправляющейся общины, позволявшей им занимать высокое общественное положение. Исторические документы свидетельствуют, что несмотря на существование в ряде мусульманских стран ограничительного статуса Ахль-Аззима для немусульманского населения, евреи зачастую занимали престижные государственные посты, были владельцами крупных торговых домов, финансовых учреждений и ремесленных мастерских. Среди евреев было немало придворных медиков, переводчиков, дипломатов, поэтов, прославленных ученых и философов. Нахмонит, известный как Рамбан, Саадия Гаон, Иегуда Олеви и другие снискали всеобщую известность еще при жизни. Как известно, средневековый исламский период стал эпохой интенсивного развития еврейской религиозной мысли, религиозного законодательства, синагогального ритуала и литургии, изучения Торы и Талмуда, а также других священных для иудаизма письменных памятников. Этот период в еврейской истории часто называют «золотым веком». Политика поощрения крестовых походов и разжигания антисемитских настроений, проводившаяся в XI-XIII веках Ватиканом и правителями некоторых европейских государств, в том числе Англии, Франции, Германии и Италии, объективно делала евреев союзниками исламского мира. Так, после завоевания крестоносцами Иерусалима и уничтожения еврейской общины святого города, евреи поддерживали борьбу мусульманских правителей Сирии и Египта против государств крестоносцев. Вслед за разгромом Иерусалимского королевства крестоносцев в 1187 году Эмир Салах-ад-Дин издал указ о восстановлении еврейской общины, Палестины и Иерусалима. Реконкистика и антиеврейская направленность инквизиции в Испании и Португалии обусловили массовое вытеснение евреев из стран Западной Европы. В некоторых городах Германии, Италии, Чехии и других стран образовались замкнутые еврейские гетто. Широкое распространение гонений и наветов на евреев привело к развитию мессианских движений в еврейской среде. В это время многие евреи переселялись из Европы в провинции Османской империи. При Саутане Сулеймине Великолепном 1520-1566 года поощрялось возрождение старых и образование новых религиозных, образовательных и культурных еврейских центров в странах Восточного Средиземноморья. Если в мусульманских странах еврейской общественной мысли средневековья преобладал рационалистический подход к религии и такованию религиозных источников, то в христианской Европе господствовали мистические направления, которые нашли концентрированное выражение в философии Каббалы и ашкеназийского хасидизма. Представители того и другого направления исходили из того, что в Торе в завуалированной форме скрыты ответы на философские вопросы о сотворении мира и человека. На протяжении столетия они занимались постижением взаимосвязи и взаимоотношений Бога и человека, вели умозрительные поиски форм эманации божественного в материальном мире. В средние века появляются предрассудки, основанные на мифологизации евреев и еврейства. Евреев обвиняли во всевозможных грехах. Так, уже Сократ Константинопольский обвинил евреев в распятии христианских младенцев. 415 год. Позднее это обвинение превратилось в печально известный кровавый навет. В основе этого лежат вера в то, что евреи не только убили Иисуса один раз, но продолжают делать это из года в год, якобы убивая христианских младенцев и добавляя их в кровь мацу. Начиная с 11 века, евреи пережили сотни таких наветов и связанных с ними погромов и лишений. Самые известные наветы имели место в Нариче 1144 год, Буа 1171 год, где по обвинению в ритуальном убийстве был сожжен 31 человек, Протсгейме 1267 год, Вайсбурге 1270 год, и многих других городах. В 1391 году испанская инквизиция инсценировала кровавый навет как повод для изгнания евреев из этой страны. Не помогла евреям даже папская Буа 1247 года, в которой папа Иннокентий IV после тщательного расследования полностью отверг кровавый навет как низкую и злобную клевету. Во время черной смерти, пандемии чумы 1346-1351 годов, евреи были также обвинены. Причиной тому послужило бытующее мнение о связи евреев с сатаной и потусторонними силами, а поводом то, что якобы евреи меньше умирали в это время. Положение евреев в христианском мире в средние века во многом было определено Четвертым Латеранским Собором 1215 года. Вот что сказано о евреях в его решении. Не допускать евреев к общественным должностям, не позволять им показываться на улицах вне страстной недели накануне католической Пасхи, следить, чтобы крещеные евреи не соблюдали обрядов прежней веры, обязывать евреев, купивших дома у христиан, платить налог в пользу церкви. Во время того же Собора церковь постановила, что евреям следует носить позорный знак на верхней одежде. Обыкновенно он имел форму Желтого Круга. Далеко не все правители следили за выполнением этих решений. И тем не менее, с этого момента евреи были отделены от окружающего их городского населения Европы. В тех же решениях христианским правителям напоминают о запрете на владение евреями землей. Даже великий реформатор христианства Мартин Лютер был лютым евреем-ненавистником, хотя сначала он пытался проповедовать евреям свое учение. Вот что писал Лютер о евреях. Что же нам христианам делать с этими отверженными и проклятым народом евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь, их ругань и богохульство. Я предлагаю вам мой искренний совет. Прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камни, ни оставшиеся от них золы. Во-вторых, я советую сравнять с землей и разрушить их дома. В-третьих, я советую отбирать у них все молитвенники и талмуды, в которых они учат подобному идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству. В-четвертых, я советую отныне запретить их раввинам учить под страхом смерти. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство при передвижении. В-шестых, я советую запретить им расставщичество и забрать у них все наличные деньги, а также серебро и золото, и отложить все это. Переход от Средневековья к Новому Времени был ознаменован началом эмансипационного процесса, усилением ассимиляционных тенденций по этапным предоставлениям евреям Западной Европы и США равных с неевреями гражданских прав. Среди евреев Европы популярными становятся идеи Аскала, просветительства, представлявшие собой попытку секуляризации еврейской жизни и приспособления ее к светской культуре, развитых капиталистических стран. С одной стороны, эмансипация способствовала интеграции миллионов евреев в различных сферах хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни многих европейских стран и США, а с другой – отходу значительной части европейства от соблюдения многих предписаний иудаизма вплоть до полного отказа от религиозных убеждений. Среди просвещенных евреев распространяется идея консервативного реформистского толка, представлявшая, по сути, попытку модернизировать ортодоксальный иудаизм. Вместе с тем, по мере усиления в Европе национальных идеологий и движений, еврейское население также оказывается в орбите влияния концепции национального объединения и возрождения собственного государства. Особое значение в этой связи принадлежит еврейским общинам Восточной Европы, прежде всего Российской империи, где к XIX веку проживала основная масса еврейского населения мира. Многочисленные ограничения прав евреев, запреты на профессиональную деятельность, наветы, притеснения и даже погромы усиливали и разочарование в идеях западноевропейской эмансипации и в то же время убежденность в том, что только возрождение еврейского государства в Эрцисраэль является единственным средством спасения от антисемитизма и потери национальной идентификации. Черта оседлости, введенная 23 декабря 1791 года указом Екатерины II, указала места проживания для евреев в Российской империи. Положение 1804 года, утвердив существование черты оседлости, предоставило целый ряд льгот фабрикантам, ремесленникам, художникам и купцам, которым было разрешено приезжать по делам коммерческим для усовершенствования в художествах и для показа особливого искусства в ремеслах и фабриках на известное время во внутренней губернии и даже в столице. Этот закон был продублирован в правилах 1827 года, предоставивших право временного пребывания во внутренних губерниях евреям для коммерческих дел вексельных, исковых и подрядных, а равномастерам для усовершенствования в цеховом мастерстве и художникам для обучения художествам. Положение 1835 года, подтвердив в общих чертах положение 1804 года, также установило некоторые льготы для купцов первой и второй гильдии в отношении временного пребывания за пределами черты. Таким образом, российское законодательство, продолжая ограничивать места постоянного проживания евреев, шло по системе послабления для некоторых категорий евреев. Фабрикантам, ремесленникам, художникам и купцам разрешалось приезжать по делам на определенное время во внутренней губернии и даже в столице. Кроме этих общих условий, развитие хозяйственной деятельности евреев встречает значительные препятствия в специальных ограничениях, касавшихся участия в органах самоуправления и в торговых предприятиях. Николай I установил, что евреи в составе присутствия купеческих, мещанских и ремесленных управ образуют не более третьей части так, чтобы другие две трети с председателями состояли из христиан. Избрание евреев члены коммерческих судов вовсе не разрешалось. Доступ в торговые посредники, маклеры, члены и старшины биржевых комитетов в одних случаях был невозможен для евреев, а в других ограничен. На виду с этим наличествовала тенденция ослабления роли евреев в акционерных обществах и товариществах на паях. Подобного же рода ограничительная тенденция проникла и в ремесленную сферу, заградив доступ евреям в ремесленные артели. Поход против евреев, ознаменовавший собой царствование Николая I, оказался для них губительным и в торгово-промышленном отношении в частности, так как ряд ограничений, например, в участии евреев в общих органах самоуправления, не мог не отразиться на их торговых интересах. Но наряду с этим правительство по необходимости отказывалось частично от своих разрушительных действий именно в силу торгово-промышленной деятельности евреев, которой государство нуждалось. Несмотря на периодические изменения в законах, которые то разрешали евреям выезжать чуть дальше черта оседлости, то категорически требовали соблюдения установленных правил в новых законодательствах, судьба евреев была незавидной. А что же в Европе? С юридической точки зрения у евреев в средневековой Европе был особый статус. Как известно, европейское общество того времени было устроено по феодально-вассальному принципу. Местный феодал владел землей и раздавал ее своим вассалам в обмен на службу и преданность. Крестьяне принадлежали феодалу и работали на его землю большую часть времени. Однако, в таком порядке были исключения. Горожане, евреи, ремесленники и некоторые другие члены общества не принадлежали феодалу и поэтому не были частью феодо-вассальных отношений. Такие группы назывались корпорациями. Правовой статус таких групп регламентировался так называемыми привилегиями, корпоративным правом, которое выдавали той или иной группе и которая регламентировала права и обязанности членов группы. В 1236 году император Фридрих II закрепил за евреями статус рабов казны серви камераи. Впервые этот статус был дан евреям еще в привилегии выданной в Вормсе в 11 веке. Этот статус имел свою цель защитить евреев. Он создал прямую связь между высшей властью и еврейской общиной и вывел евреев из подчинения местной власти. Позднее все привилегии в Европе писались по принципам привилегии выданной Фридрихом II, а евреи получили эксклюзивный статус, ставивший их под защиту высшей власти в обмен на уплату налогов. В этой ситуации европейское общество старалось не допускать евреев в те профессиональные сферы, где они могли бы составить конкуренцию христианам, вследствие чего им, например, не разрешалось вступать в гильдии ремесленников. Многие города Европы, особенно в Польше, начиная с 15 века, стремились получить привилегию под названием «de non-tolerantis judaos», дословно «нетерпящие евреев». Это означало, что евреям не только нельзя было работать в том или ином городе, но и проживать в нем. Таким образом, источники дохода для евреев были чрезвычайно ограничены. Когда евреи занялись ростовсичеством и сбором налогов для дворянства и светских правителей Европы, а это были две из немногих доступных им профессий, ненависть к ним усилилась. Тот факт, что эти профессии в средние века полностью ассоциировались с евреями, стал одной из основных причин ненависти к ним. На самом деле, евреи играли важнейшую роль в экономическом развитии Европы. Христианам было запрещено давать в долг под проценты друг другу, поэтому зачастую евреи выступали посредниками в таких сделках. Поэтому доход отсюда должен был делиться между несколькими людьми и принятый процент на суду в средневековой Европе составлял 30% годовых. Такое положение дел не могло не вызвать лютой ненависти к ростовщикам-евреям. Образы еврея, которые первоначально были частью религиозной доктрины, как бы получали фактическое подкрепление и так вошли в европейскую культуру. Они проникли в фольклор, литературу, живопись, философию и многие другие области общественной жизни Европы. В 1516 году в Венеции Совет Десяти принял решение поселить всех евреев в отдельный район, принадлежавший ранее литейному цеху, называемый по-итальянски гетто. Позднее практика поселения евреев в отдельных районах, часто огороженных стеной, распространилась по всей Западной Европе и эти районы стали называть гетто. Эта практика была постепенно отменена только в 18-19 веках. В 17-18 веках в результате религиозного упадка, а также процессов экономической модернизации и усиления среднего класса в Европе расцветает культурное течение просвещения. Основой для него стала философия рационализма Спиноза, Лейбниц, Декарт, Гегель и другие философы. Одним из основных утверждений этого направления стало равенство между людьми вне зависимости от пола, религиозной принадлежности и социального происхождения. Просвещение повлияло на такие важные исторические события, как Декларация независимости США 1776 года, которая впервые обещала равные права и свободы всем гражданам страны. Великая Французская революция 1789 года и в ее результате Декларация прав человека и гражданина того же года. Эти события положили начало процессу уравнения гражданских прав евреев с прочим населением Америки и Европы. Этот процесс получил название эмансипации. Не следует думать, что деятели просвещения были свободны от антиеврейских предрассудков. Вольтер, живший с 1694 по 1778 года, считал, что от евреев исходит опасность для европейской культуры, поскольку их природная глупость делает невозможной интеграцией в европейское общество. Дидро, живший с 1713 по 1784 года, ненавидел евреев из-за своей борьбы с христианством. Он считал, что христианство стало вредоносным благодаря своему еврейскому происхождению. 19 век прошел в Западной Европе под знаком эмансипации евреев. В каждой стране эмансипация была объявлена в разное время, но к концу века во всех странах Западной Европы евреи уже имели как минимум де юре, равные с прочим населением права. Уже во время французской революции Генеральная Ассамблея пыталась выдвинуть в качестве одного из условий эмансипации евреев их отказ от традиционного еврейского образа жизни. И хоть это условие и не было принято в виде закона, стало понятно, что в глазах европейцев оно является необходимым для полной эмансипации еврейского населения. В это же время община потеряла свой статус официально или фактически органа, представляющего евреев Европы перед властями. В Российской империи Кагалы органы общинного самоуправления были официально отменены в 1844 году. Хотя официально евреям в Германии было предоставлено на равноправие, только после объединения страны в 1871 году стремление евреев к интеграции в немецкое общество наблюдается на протяжении всего 19 века. Ради этой цели многие немецкие евреи согласны были даже принять христианство. Таковыми были, например, великий немецкий поэт Генрих Гейна, живший с 1797 по 1856 и политический философ Карл Маркс, живший с 1818 по 1883 и оказавший невероятное влияние на политические процессы 19-20 веков. В результате ослабления церкви уменьшилось влияние церковной юдофобии. Вместе с тем, народные предрассудки и бытовая ненависть к евреям ничуть не ослабли. К ним добавился протест против эмантипации евреев, который европейским консерваторам казался худшим из зол. Так, оппоненты Карла Маркса зачастую обращались к его еврейскому происхождению. С самого начала ожидания от эмантипации не были оправданы. Евреи могли стать частью общества лишь до определенной степени. Всегда существовал так называемый стеклянный потолок и тень предрассудков. Отвращение ненависти не оставляло даже самых светских и эмантипированных евреев. Пожалуй, самый известный пример тому так называемое дело Дрефуса 1894 года. В этом процессе примечательна также реакция широких масс, в основном поддерживавших это судилище. Процесс интеграции европейских евреев общества, особенно тогда, когда интеграция была успешной, привел к обратной реакции и появлению нового вида едафобии, современного антисемитизма. Само понятие антисемитизм, сформулированное Вильгельмом Марром в 1879 году, было впервые упомянуто в памфлете «Победа германизма над еврейством» и претендовало на научность. По сути, Марр находился под влиянием той же теории социального дарвинизма. Марр и его последователи утверждали, что ненависть к евреям имеет расовый характер и причиной тому является биологическая несовместимость еврейства с германской или арийской расой. Идеологи антисемитизма конца 19-го первой половины 20-го века, как и их идеологические потомки по сей день, рассматривали евреев как расовую группу, неравную по своим биологическим параметрам другим расам. Таким образом, антисемитры отрицали способность евреев стать интегральной частью общества по биологическим причинам. Согласно этому подходу, все евреи обладают отрицательными свойствами, общими для их расы. Кроме того, расовый антисемитизм утверждал, что эти черты являются неотъемлемыми, то есть их невозможно изменить. Поэтому еврей всегда останется евреем, его природные негативные качества не изменят ни переход в христианство, ни ассимиляция. Понятие антисемитизма обозначало ненависть именно к евреям, как об этом недвусмысленно говорил уже Дюринг. Иудеи составляют определенный народец семитской расы, но не всю эту расу, которые некогда принадлежали и памяти разрушенного карфагена пунийцы, арабы-бедуины не иудейского племени, но также семиты. Иудеи вообще есть древнейший отпрыск всей семитской расы, вылившийся в особенно опасную для народов национальность. Писал Евгений Дюринг в рукописи «Еврейский вопрос. Глава 1. Еврейское засилье в новейшее время». Одним из главных уроков, выученных Пруссией и немецкими княжествами в результате войн Наполеона была необходимость индустриализации. Этот процесс привел к быстрой урбанизации и социальным изменениям в различных немецких княжествах. Евреи, как коренные жители города, зачастую имели преимущество перед местным населением в вопросах образования, карьеры и трудоустройства. Конкуренция привела к усилению ненависти к евреям, которая наложилась на традиционную христианскую мифологию. В это же время происходит пересмотр старого европейского монархического уклада, и ему на смену приходят идеи национализма и строительства национальных государств. Появился ряд немецких мыслителей, таких как Пау Делагард и Рихард Вагнер, которые подчеркивали мифическую связь между различными областями Германии. Многочисленные народные движения призывали вернуться к природе и выражали ностальгию по древним германским племенам. Таким образом, евреям не осталось места во многих национальных движениях. Национализм в его крайних формах привел к появлению идеологии ненависти к евреям. Одновременно с подчеркиванием черт характера, общих для германской натуры, ораторы-антисемиты делали акцент на чужеродности евреев немецкому народу и традиции. Так же, как это подчеркивали антисемиты во Франции или в Англии в отношении своих народов. Кроме того, они утверждали, что евреи наносят вред стране фактам своего проживания в этой стране. Согласно этой точки зрения, евреи использовали доброту народов, среди которых они жили, и подчиняли себе общество, просочившись в различные его сферы, такие как наука, искусство и журналистика. Евреи действительно преуспевали во многих областях. С начала 19 века и до 1933 года евреи составляли не более 1% населения Германии. Однако их представительство в ключевых областях экономики было большим, чем их процент в обществе в целом. Достаточно сказать, что в середине 19 века из 50 банков в Берлине 30 были в руках еврейских владельцев. К 1914 году из трех самых крупных издателей Германии двое были евреями. Во время Первой мировой войны 10% директоров фирм, работавших на снабжение немецкой армии, были евреями. Даже после начала гитлеровских чисток еще летом 1933 года 16% всех адвокатов Германии и около 11 врачей были евреями. Десятки процентов ученых Германии были также еврейского происхождения. Как не иронично, все это произошло именно потому, что с начала 19 века евреи Германии и стран Западной и Центральной Европы соимелись не только к равноправию, но в первую очередь они желали стать интегральной частью стран и народов, среди которых жили. Результат этих процессов оказался совсем иным. На фоне таких вот общественно-политических и социальных процессов среди еврейских общин возникает идея возрождения Эрец-Исраэль, страны Израиль. Одним из выдающихся активистов этого движения стал Теодор Герцель, адвокат, родившийся в Будапеште и работавший в Вене. Он был свидетелем дела Дрейфуса и понимал, что гонения на евреев никуда не исчезнут, как бы кто ни старался. В итоге, Герцель пришел к выводу, что евреев может спасти массовый исход в определенное место. Поначалу было неважно, куда должны переехать евреи. Например, в 1825 году американский адвокат Мордехай Мануэл Ноах предлагал собраться евреям и индейцам, которых он тоже считал потомками потерянных колен, в районе Великих Озер у границы Канады и США, чтобы организовать там колонию. В 1903 году британцы предложили территорию Ганды, но это предложение чуть не погубило еврейское сообщество, так как вызвало волну критики, особенно среди русских евреев. Вскоре единственным приемлемым вариантом оказалось возрождение эры Цисраэль на исторической территории, в Палестине, где царствовала Османская империя. В 1897 году проходит первый сионистский конгресс в Базеле, Швейцария. Участники конгресса приняли резолюцию, в которой были определены цели сионистского движения. Именно это решение и стало известно, как базельская программа. Из программы, в частности, следует, что сионизм стремится подтвердить уверенность еврейского народа в законных основаниях жизни в Палестине. Для достижения этой цели конгресс предлагал использовать следующие способы. Первое. Объединение еврейских агрономов, фермеров, ремесленников и торговцев в Палестине. Второе. Создание единой федерации, объединенной организации, всех евреев в местные или общие группы, согласно законам различных стран. Третье. Укрепление еврейского национального чувства, уверенности в себе и национального самосознания. Четвертое. Определение предварительных шагов для достижения официального согласия со стороны тех государств, чье участие актуально для сионистской задачи. В этот момент появляется шутка, которую кому только не приписывают. То президенту Израиля с 2007 по 2014 года Шимону Персу, то еврейскому писателю Шалому Алейхему, то, как в данном случае, Теодору Герцелю. Звучит шутка так. Сионизм – это когда один еврей просит денег у другого еврея для того, чтобы третий еврей поехал в Палестину. Как бы странно ни звучало, но примерно так и происходило. Евреи из Палестины просили денег у евреев из Америки и Западной Европы, а евреи из Восточной Европы и Российской империи ехали на историческую родину. Но ненадолго отмотаем назад и зададим вопрос. А что же все это время происходило на территории Палестины? В третьем тысячелетии до нашей эры эта территория под названием Ханаан была заселена племенами Ханаанеев. В тринадцатом веке до нашей эры в страну вторглись народы моря Скрита и других островов Средиземного моря, нападавшие также и на Египет и закрепившиеся в южной части Средиземноморского побережья в районе нынешнего сектора Газа. От окрестных семитоязычных народов они получили название Плештим, буквально вторгшиеся, или Филистимляне. Впоследствии область была завоевана древнеперсидским государством Ахименидов. Затем входил в состав эллинистических государств Птолемеев и Селевкидов в третьих-вторых веках до нашей эры. После победы восстания Маковеев в 167-140 годах до нашей эры в ней было создано Хосмонейское царство Иудея, а после захвата Иерусалима Помпеем территория под названием Иудея стала вассалом Рима, сохранив свое название и при царстве Ирода Первого из династии Идумеев. В 6-м году нашей эры она перешла под прямое правление Рима как провинция Иудея, включая саму Иудею, Самарию, Галилею и Перею за Иорданье. После поражения восстания Баркохбы против римлян в 132 году нашей эры римляне изгнали из страны значительное количество евреев и переименовали провинцию Иудея в Сирия Палестинская, чтобы навсегда стереть память о еврейском присутствии в этих местах. Основное еврейское население в этот период переместилось из Иудеи в Галилею. В 395-614 годах Палестина была провинцией Византии. В 614 году Палестина была завоевана Персией и вошла в состав империи Сассанидов. После победы над Персией в 629 году византийский император Ираклий торжественно вступил в Иерусалим. Палестина снова стала провинцией Византии. Около 636 года в самом начале арабских завоеваний Палестина была завоевана у Византии мусульманами. В последующие шесть веков контроль над этой территорией переходил от аммиядов к абассидам, крестоносцам и обратно. Эпоха арабского владычества в Палестине делится на четыре периода. Первая завоевание и освоение страны 638-660 года. Вторая династия аммиядов 661-750 года. Третья династия абассидов 750-969 годы. И, наконец, четвертая династия фатимидов 969-1099 годы. В 1099 году крестоносцы основали здесь Иерусалимское королевство. Однако уже в 1187 году Салах-ад-дин ибн Айюб взял Иерусалим. Но во время третьего крестового похода крестоносцы вновь вернули себе Аккон, он же Акка, Аскалон, он же Ашкилон и другие города. Иерусалимское королевство было восстановлено, хотя сам Иерусалим находился в руках мусульман. Столицей стал Аккон. Летом 1260 года в Палестину вторглись монголы, но в битве при Айн-Джауте 3 сентября 1260 года их победили египетские мусульмане Мамлюки во главе с Кутузом и Бейбарсом. Это поражение закрыло монголам путь в Северную Африку, а Египет стал самой могущественной державой этого региона. Затем Мамлюки начали войну с государственными крестоносцами в Палестине. 18 мая 1291 года пал Аккон, 19 мая Тир. Падение Сидона произошло в июне. Бейрута 31 июля. Палестина находилась под властью Египта до времен Османской империи. В 1517 году территория Палестины была завоевана турками-османами под предводительством султана Селима I. В течение 400 лет она оставалась частью огромной Османской империи, охватывавшей значительную часть Юго-Восточной Европы, всю Малую Азию, Ближний Восток, Египет и Северную Африку. В начале 1799 года в Палестину вторгся Наполеон. Французам удалось овладеть Газой, Рамой, Лодом и Яффой. Упорное сопротивление турок остановило продвижение французской армии к городу Акка. На помощь туркам пришел английский флот. Французскому генералу Калиберу удалось одержать победу над турками у Кафр-Канны и у горы Тавор апрель 1799 года. Однако из-за отсутствия тяжелой артиллерии Наполеон не сумел овладеть крепостью Акка и был вынужден отступить в Египет. В 1800 году население Палестины не превышало 300 тысяч, 5000 из которых составляли евреи, главным образом сефарды. Большая часть еврейского населения была сосредоточена по-прежнему в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. Христиане, численность которых составляла около 25 тысяч, были намного более рассеяны. Главные места концентрации христианского населения в Иерусалиме, Назарете и Вифлееме контролировались православной и католической церквями. Остальное население страны составляли мусульмане, почти все суниты. В период с 1800 по 1831 года территория страны делилась на две провинции Вилайты. Центрально-восточный горный район, простиравшийся от щема на севере до Хеврона на юге, включая Иерусалим, относился к дамасскому Вилайету. Галиле и прибрежная полоса к Вилайету Акко. Большая часть Негива находилась в этот период вне османской юрисдикции. В 1832 году территория Палестины была завоевана Ибрагим Пашой, сыном и военачальником вице-короля Египта Мухаммада Али. Его резиденция расположилась в Дамаске. Палестина, северная граница которой достигала Сидона, стала единой провинцией. Египтяне, правившие страной 8 лет, провели некоторые реформы по европейскому образцу, что вызвало сопротивление арабов и восстание в большинстве городов страны, которые были подавлены силой. В период египетского господства проводили широкие исследования в области библейской географии и археологии. В 1838 году египетское правительство разрешило Англии открыть консульство в Иерусалиме. Ранее консульства европейских держав существовали только в портовых городах Акко, Хайфи и Яфи, а также в Рамле. Спустя 20 лет все крупные государства Запада, включая США, имели в Иерусалиме консульские представительства. В 19 веке Иерусалим снова превратился в важнейший еврейский центр Эрец-Исраэль. Цфат, соперничавший с Иерусалимом за духовное первенство, сильно пострадал в результате землетрясения 1837 года, унесшего жизни около 2000 евреев и пришел в упадок. В 1841 году Палестина и Сирия вернулись под непосредственный контроль Турции. К этому времени численность еврейского населения Палестины удвоилась, в то время как христианского и мусульманского осталась без изменения. В 1847 году глава католической церкви Папа Римский Пий IX восстановил латинский Иерусалимский патриархат. Население Палестины достигло 450 тысяч человек. По данным турецкой переписи оседового населения чуть больше 270 тысяч человек, из которых 24 тысячи составляли евреи. Большинство евреев страны по-прежнему жили в четырех городах. В Иерусалиме, где евреи составляли более половины всего 25-тысячного населения, Цфате 4 тысячи, Твери 2,5 тысячи и Хевроне всего 800 человек, а также в Яффе, где цифра составляла всего лишь одну тысячу. Меньше всего проживало в Хайфе всего 300 человек. Иерусалим стал крупнейшим городом в стране. Поток или и переселения евреев на историческую родину увеличился после открытия проходного сообщения между Одессой и Яффой. С конца XIX века началось крупномасштабное заселение Палестины евреями, последователями идеологии сионизма. Первая большая волна современной еврейской миграции, известная как Первая Алия, началась в 1881 году, когда евреи были вынуждены спасаться бегством от погромов в Восточной Европе. В начале XX века население составляло приблизительно 450 тысяч арабов и 50 тысяч евреев. Вторая Алия, прошедшая с 1904 по 1914 годы, началась после Кишиневского погрома, приблизительно 40 тысяч евреев поселилась в Палестине. С началом Первой мировой войны началась Синайско-Палестинская кампания, длилась она с 1915 по 1918 года. После вступления Османской империи в Первую мировую войну, османское руководство приняло решение захватить Суэцкий канал. В 1915 году развернулась борьба за Суэц, в ходе которой британским войскам удалось отбыть попытки турецкой армии захватить Канал. В 1916 году и в начале 1917 года продолжалась Синайская кампания, в ходе которой британским войскам удалось оттеснить Османскую армию в Палестину. В январе 1917 года с боя у Рафы началась палестинская кампания. В конце 1917 года в боях у Газы и Баршевы британцам удалось прорвать Османский фронт и захватить Иерусалим. В сентябре 1918 года после Затишья британские войска начали наступление, которое завершилось разгромом турецкой армии и захватом Палестины, а также практически всей Сирии войсками Британской империи и отрядами арабских повстанцев. Боевые действия завершились на следующий день после подписания Мудросского перемирия. После войны Палестина стала британской мандатной территорией. В начале 20 века Великобритания выступала на международной арене как одна из крупнейших и сильнейших держав с учетом ее экономической мощи и площади подконтрольных ей в той или иной степени территорий. После Первой мировой войны над бывшими ближневосточными владениями Османской империи было установлено мандатное управление великих держав, подразумевавшее передачу Ирака Трансиордании ныне Иордания и Палестины под контроль Великобритании Осирии и Ливана Франции. Управление следовало осуществлять от лица Лиги Наций. Также в текст мандата сущности была включена Декларация Бальфура и он признал историческую связь еврейского народа с Палестиной. Великобритания должна была содействовать созданию еврейского национального очага и подготовить страну к самоуправлению одновременно обеспечивая соблюдение гражданских и религиозных прав всех жителей Палестины. Таким образом формирование современной геополитической карты Ближнего Востока происходило не в результате внутренних процессов, а определялись интересами и политикой великих держав. Во многом неестественное прокладывание границ повлекло за собой последующие территориальные споры, продолжающиеся до сих пор. Следует отметить, что на протяжении веков арабы и евреи являлись интегральными частями общего социума, населяемых ими районов Западной Азии и Северной Африки. Но начавшийся с конца XIX века рост численности еврейской общины Палестины привел к двойственным последствиям. С одной стороны, он сопровождался притоком капитала и квалифицированных специалистов, что способствовало развитию ряда отраслей экономики, улучшению медицинского обслуживания и появлением новых рабочих мест для арабов. С другой, на основе столкновения коммерческих интересов ширилось недовольство различных слоев местного арабо-палестинского населения увеличением числа еврейских поселенцев. К примеру, конкуренция со стороны иммигрантов приводила к падению доходов и даже разорению арабских торговцев и ремесленников. Провозглашенный Всемирной Сионистской Организацией ВСО в 1897 году план создания еврейского национального очага в Палестине был некадивно встретен арабскими националистами, как и последовавший процесс покупки сионистами земель у арабов. Тем не менее, на данном этапе существовало стремление добиться мирного сосуществования двух народов на одной территории, разрешив спорные вопросы путем диалога. Характер управления подмандатными территориями и тип их будущего административного устройства был определен не сразу. С 12 по 24 марта 1921 года в Каире прошла конференция британских специалистов по региону под представительством министра по делам колоний Уинстона Черчилля. Программа включала обсуждение будущего Ирака, Палестины, взаимоотношений с правителем Неджда Абдель-Азизом Ибн Саудом. Особое внимание было уделено Трансиордании, ставшей плацдармом антифранцузской и антисионистской деятельности арабских националистов. Ранее, в том же месяце, на ее территорию прибыл эмир Абдала Ибн Аль-Хусейн, один из лидеров Великой Арабской революции, с намерением, собрав ополчение, проследовать далее на Дамаск. Участники конференции постановили предложить эмиру создать в Трансиордании администрацию и взять под контроль антифранцузские и антисионистские выступления. Таким образом, страна превращалась в буфер между Палестиной и Ираком, вследствие чего достигался четкий раздел зон французского и британского влияния. 28-30 марта 1921 года в Иерусалиме состоялись переговоры Уинстона Черчилля и Абдалы Ибн Аль-Хусейна, по итогам которых было заключено временное соглашение о создании в Трансиордании национального правительства во главе с Эмиром, полной административной самостоятельности этого правительства и гарантиях финансовой помощи ему со стороны Великобритании в размере 180 тысяч фунтов стерлингов для укрепления безопасности страны. С этой же целью планировалось размещение в Аммане британской военной базы и аэродрома. Управление должно было осуществляться при участии британского верховного комиссара в Палестине как представителя мандатной власти. К августу 1921 года оформилось важное решение в Великобритании отделить Трансиорданию от Палестины и был разработан 25-й параграф проекта мандата, позволивший отменить положение декларации Бальфура применительно к территории Эмирата. 24 июля 1922 года он был принят Советом Лиги Наций. Одним из направлений внешнеполитической деятельности правителя Трансиордании стала Палестина, основанная на стремлении монарха расширить свои владения на Запад. Для этого имелся ряд существенных причин. Иерусалим с его древней историей и святынями ислама выход к Средиземному морю, людские и экономические ресурсы. В ходе иерусалимской встречи с Черчиллем в марте 1921 года Эмир Абдалла высказал желание включить число своих владений Палестину и, несмотря на то, что получил недвусмысленный отказ, никогда не оставлял попыток обрести желаемое путем тонкого диалога с тремя сторонами. Соединенным Королевством, Сианистами и Палестинскими Арабами. По иронии судьбы трансиорданскому правителю оказалось куда сложнее договориться с палестинскими националистами, в большинстве своем не желавшим идти на диалог с союзником Великобритании, чем с лидерами еврейского сообщества Палестины, которые, хотя и не видели необходимости отдавать себя во власть правителя араба, тем не менее имели заинтересованность в обретении партнера в регионе. Постепенно арабо-еврейское противостояние в Палестине не усиливалось. К 1929 году антисионистские выступления получили политический антибританский оттенок, а вскоре против мандатных властей, обвинявшихся в пренебрежении правами палестинского арабского населения, начинают применяться террористические методы борьбы. Все политические партии и движения арабской Палестины в той или иной степени были ориентированы на сопротивление еврейской иммиграции и непризнание мандатных властей. Внутри этой общей идеологической канвы разворачивались политические противостояния двух крупных кланов Хусейни и Нашашиби. Результатом их борьбы за влияние стало то, что в определенный момент успехи сионистских лидеров в деле объединения еврейской палестинской общины, а также формирования государственных и военных структур, начали существенно превосходить достижения арабов на соответствующих направлениях. 24 августа 1929 года еврейский квартал Хеврона подвергся жесткому нападению со стороны арабов. 67 человек были убиты, 65 ранены. На следующий день все евреи были эвакуированы из города британскими войсками. Обстановка в подмандатной Палестине начала накаляться после поста 9 августа, выпавшего в том году на 14 августа. Массовый молебен устины плача, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, вызвал недовольство арабов. Любое скопление евреев в районе Храмовой горы они рассматривали как покушение на расположенные здесь мусульманские святыни. 16 августа по окончании пятничной молитвы более сотни арабов ворвались на площадь перед стеной плача. Они разогнали находившихся там евреев и сожгли несколько молитвенников. Маховик насилия начал стремительно раскручиваться. Незначительный инцидент на бытовой почве, произошедший 17 августа в Бухарском квартале Иерусалима, привел к массовой драке между арабами и евреями. 17-летний Авраам Мизрахи получил в ней ножевое ранение, оказавшееся смертельным. Разгневанная толпа евреев атаковала полицейских, прибывших, чтобы арестовать убийцу юноши. Вечером в районе деревни Левта на западной окраине Иерусалима произошли новые столкновения между евреями и арабами. 23 августа по окончании пятничной молитвы на храмовой горе толпа, вооруженная палками и ножами арабов, атаковала евреев в старом городе. К середине дня погром перекинулся на другие еврейские кварталы Иерусалима. На евреев набрасывались ножами, толпа поджигала синагоги и жилые дома. В тот день в Иерусалиме были убиты 19 евреев. Более жуткие события развернулись на следующий день в Хевроне. Лидеры местной общины, понадеявшись на хорошее отношение с арабской знатью, отказались от помощи предложенной им представителем Мехаганы, отрядов самообороны евреев. Но утром 24 августа в еврейском квартале появилась толпа погромщиков. Среди них были и жители Иерусалима, и крестьяне из окрестных деревень. Они начали забрасывать камнями еврейские дома. В поисках помощи двое юношей, братья Хайхель, выбрались на улицу, но были убиты бесчинствующей толпой на глазах у британских полицейских. Никакой реакции на это со стороны стражей не последовало. Возликовавшие погромщики с криками «Британское правительство с нами» начали врываться в еврейские дома. Ситуация разворачивалась по самому страшному сценарию. На беззащитных людей набрасывались ножами и дубинками, душили веревками, надругались над живыми и уже убитыми. Полиция продолжала бездействовать. В то же время некоторые арабские жители Хеврона укрывали евреев в своих домах. Абу-Идзейтун, вооружившись ружьем, встал на пути погромщиков, попытавшихся ворваться к нему во двор. Там нашли убежище несколько еврейских семей. В то кошмарное утро у арабских соседей смогли спастить более 400 евреев, а доктор Абдал-Аал не только предоставил убежище целой еврейской семье, но и рискуя собственной жизнью, ходил по городу, отыскивая раненых евреев и оказывая им помощь. Но результаты погрома в Хевроне все равно оказались крайне тяжелыми. 67 евреев были убиты, в том числе 12 женщин и трое детей младше 5 лет. 65 человек были ранены, в том числе 44 тяжело. Оставшихся в живых евреев Хеврона на грузовиках вывезли в Иерусалим. Так был ликвидирован еврейский квартал города. Опустевшие дома заняли арабы. Еврейское присутствие в Хевроне возобновилось после шестидневной войны. В тот же день 24 августа 1929 года арабы атаковали евреев в Тель-Авиве 6 убитых и 33 раненых и Хайфи 7 убитых и 61 раненых. 29 августа в Цфате были убиты 18 человек и 80 были ранены. В это же время Хагана с израильского оборона или защита старалась защитить еврейские поселения от арабских набегов. Эта организация была создана в 1920 именно с такой целью. И после событий 1929 года высший выборный орган еврейского населения в подмандатной Палестине национальный комитет назначил специальный совет обороны, председателем которого стал Пенхас Рутенберг. В недавнем прошлом деятель российского революционного движения. В апреле 1931 года в Иерусалимском отделении Хаганы возникла новая боевая организация. Ее создали в основном сторонники несоциалистических движений, прежде всего сионисты-ревизионисты. После смены нескольких названий основатели организации остановились на названии Национальная военная организация Иргун Цваи Леуми. Скоро арабские и еврейские организации должны были сойтись в бою, чтобы выяснить, кто же имеет право жить на этой земле. Впереди была Вторая мировая, а за ней последует война за независимость. Но это мы разберем уже в следующем выпуске. Музыка. 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 ролика мы с вами достигли отметки в 500 подписчиков. А пока я монтирую этот ролик, число подписчиков составляет вот такую цифру. Спасибо вам большое, уважаемые зрители и подписчики канала, за ваши лайки, просмотры и конечно комментарии поддержки. Вы вдохновляете на создание новых роликов и без вас мы бы никогда не достигли этой цифры. Следующее видео будет посвящено войне за независимость 1948 года и обстановки перед ее началом. Если у вас, дорогие зрители, есть источники на эту тему, то смело оставляйте их в комментариях, обязательно ознакомлюсь. Также можете оставить источники и на тему других арабо-израильских войн. Шестидневная война, черный сентябрь, война судного дня и так далее. Теперь хочу обратиться к уважаемым зрителям, которые хотят оставить комментарии. Я прекрасно понимаю, что в арабо-израильском конфликте люди болеют за разные стороны и поэтому я не испытываю иллюзий насчет того, что будет твориться в комментариях. У меня к вам одна просьба. Соблюдайте правила приличия и подкрепляйте свои слова источниками, если что-то утверждаете. Если вы болеете за евреев и считаете, что я, например, упустил какой-то погром или другое важное событие, напишите об этом и оставьте источник. Автор обязательно с ним ознакомится. То же самое для тех, кто болеет за арабскую сторону и хочет, например, доказать, что погромы были не такими страшными, а национальные движения в Палестине 1920-30-х годов не были такими угрожающими. Напишите комментарий и оставьте источник. Автор также с ним ознакомится. Источниками могут быть мемуары, научные статьи, исследования, тексты из газет, ну и, конечно, видеоразборы тех или иных периодов истории. Если в вашем комментарии одни эмоции и судорожные выкрики капсом, то это в первую очередь показывает вашу глупость и неотесанность другим зрителям и комментаторам. Но я уверен, что мои зрители – это умные люди. Как минимум, вы решили посмотреть ролик о причинах арабо-израильских войн, а, возможно, это не первый просмотренный вами ролик на данную тему. Значит, вы умный человек, который хочет разобраться в вопросе и иметь собственную точку зрения на данный конфликт. А такие люди глупости в комментариях писать не могут. Ведь это неуважение к себе и другим уважаемым зрителям и комментаторам. Ну а на этом у меня всё. Как вам ролик? Оставляйте своё мнение в комментариях и предлагайте темы для следующих видео. Я не могу назвать точные даты выхода следующего ролика ввиду определенных жизненных обстоятельств, но постараюсь сделать его как можно скорее. Спасибо за просмотр, дорогой зритель. А под конец хочу пожелать вам только одного – мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.